Белоснежный храмовый комплекс села Арская находится в 20 километрах от Ульяновска. Его серебристые купола с крестами словно выплывают из заснеженной равнины, когда едешь по трассе. Рядом приютились многочисленные дома сел Арская и погребы. Почти 20 лет настоятелем храмового комплекса является протеерей Алексей Кармишин. Когда владыка Прокл направил его сюда на службу, здесь стоял один полуразрушенный храм Богоявления. Отец Алексей пришел в ужас, когда оценил профессиональным взглядом архитектора, кем он был до рукоположения в сан священника, состояние постройки. Когда я приехал сюда, уже будучи священником, я просто вообще не ожидал. Просто люди, которые не профессионалы, начинают заниматься не своим делом, они так напортачили. А в конце даже вообще решили все дело сломать. И вот пришлось потом уже 7 лет его восстанавливать. Там сложнейшие вещи, такие сложнейшие вещи были, что я просто не встречал. Как говорит священник, в первый раз он здесь побывал в 1992 году. Тогда в потолке зияла одна двухметровая дыра, которую можно было залатать. Через 10 лет храм был весь в дырах, но его надо было сохранить во что бы то ни стало. Его стены помнят историю нашей земли. То есть храм 1649 года постройки, самый старый храм в Ульяновской области, он сохранился по той причине, что его построили из кирпича. В те времена, когда строился Сибирск, в 1948 год и так далее, там еще долго-долго-долго строили дома, храмы все были деревянные, потому что кирпича не делали, а леса было полно. Ну а здесь, поскольку природная аномальная зона, здесь никогда молнии не бывает, об этом знали люди. И по этой причине царь Алексей Михайлович, отец Петра Первого, приказал построить пороховые погребы для хранения пищального зелья. Отец Алексей твердо решил, что храм восстановит. Правда, тогда он еще не знал, кто ему станет помогать. Интересно, что к храму больше потянулись не те, кто жил рядом, а беспризорные дети, молодые люди, вернувшиеся из Чечни и попавшие в преступные группировки. Каждый из них оказался один на один со своей бедой. Они искали путь истинный и нашли его здесь, в Арском. Но прежде всего они нашли приют, поддержку и помощь. Их истории кажутся невероятными, а это было не так давно, всего-то 17 лет назад. Одного звали Виктор, он сбежал из Минского детского дома и ехал к бабушке. Ему сторож этого детского дома сказал, когда ему было 14 лет, мы его справляли, ему 13 лет было, он сел на поезд, сбежал. Сказал, у тебя есть бабушка, она живет в Красноярском крае. Раз ночью, избегает, поехал в Красноярский край. Тут его высадили с поездки. Как же ты там искать-то будешь? А что там найду я? Как ты найдешь? Я приеду в Красноярск, спрошу, где здесь деревня. Зайду в деревню и спрошу, где бабушка. Так набралась команда ребят-подростков и вполне взрослых людей со сломанной судьбой. Они засучили рукава и принялись за возрождение храма. Кто-то из них когда-то имел вполне достойные специальности, но мало кто имел дело со строительством. Отец Алексей, архитектор и зодчий по профессии, обучил их всему, что мог сам. Чудеса стали происходить с того момента, как начали реставрацию. Об этом не устает рассказывать отец Алексей. И здесь нет никакой аферы, в чем некоторые пытаются обвинить священника. Я обратил внимание, когда зашел сюда, на черных стенах, там стены черные практически все были, появились какие-то цветные пятна. Потом больше, больше, и потом вот лицо Иисуса Христа, он на той фреске, лицо апостола, красный платок, потом платье женщины, рука ребенка, голова ребенка. Потом больше, больше, какие-то на этой фреске, где несение креста стало что-то появляться. Само собой, никто не мыл там, не чистил. А пока восстанавливали старый храм, заложили рядом фундамент нового, который носит имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. И выстроили его за 9 месяцев. Более того, он построен по образу и подобию церквей 12-14 века. Поэтому в данном исполнении этот храм единственный в Ульяновской области. Храм уникален и своей крестильной, баптистерием, где крестят взрослых и младенцев по старинным канонам, полностью погружая воду. Вода, освещенная в Ульяновской области, должна выливаться по канонам только в реку, или в озеро, или в море. Никаких других вариантов нет. Ни в овраг, ни в канализацию, ни, дай бог, с общей трубой пересекаться, как у ванной. Это будет духовное преступление. А здесь вот мы с пацанью, с вот этим, с разным, копали траншею 130 метров, длиной на глубину 4,5 метра. И вывели эту трубу. Отец Алексей подчеркнул, что каждый раз перед крещением обязательно проводится беседа, что-то вроде экзамена. Далее читаются все молитвы матери, заклинательная молитва, и каждый раз освещается вода. Иконы, к слову сказать, в баптистерии старинные, подаренные и привезенные из разных храмов области. Прямо над самим баптистерием, как и полагается, в алтаре на престоле лежат мощи святых мучеников и орданских. Стены украшают старинные иконы. Некоторые из них перенесены из старого храма. Их сохранили местные жители и вернули, когда святыню восстановили. Икона Пресвятая Троица написана в XIX веке в Московском монастыре. Перед ней лампадка иногда сама зажигается. Она досталась отцу Алексею по наследству, от прадеда, тоже священника. Но больше всего людей приходит поклониться чудотворной иконе священномученика Харалампия, образ которого почитается в христианстве наравне с Николаем Чудотворцем. Она появилась в храме чудесным образом, случайно подаренной жительницей одного села. Приложившись к ней, многие исцеляются от болезней, кому-то сопутствует удача. Потом, когда она появилась, я сначала не знал об этой иконе ничего. А потом стали мы изучать истории, там все эти факты, это рассказы, с людьми встречаться. Оказалось, что эта икона была именно этого братства священномученика Харалампия, которое было у нас в начале XX века, где Иоанн Кронштадтский у нас пожизненные брачи до сих пор является. И когда заложили мощи священномученика Харалампия, в этот день здесь начались различные чудесные явления. Ну, многие иконы светятся стали, исцеления пошли. Во время строительных работ по укреплению грунта были обнаружены семь выбивавших ключей чистейшей воды у новой церкви. Их объединили в один святой источник. Родник хоть и появился в селе недавно, но уже оброс своей истории. Есть и рассказы о получивших исцеления у источника. Слепые, искупавшись в его водах, прозревают. Глухонемые начинают слышать и говорить. Бездетные бывают обрадованы скорым зачатием и рождением ребенка. Храмовый комплекс Арская – это не просто два стоящих храма, которые каждый по-своему уникальны. Это и не монастырь, хотя напоминает чем-то своим укладом жизни. Здесь даже живут монахи. Арский приход – это целое государство. Переступив его порог, каждый попадает под защиту духовную и физическую. Здесь каждого обогреют и накормят. На территории есть своя столовая, поликлиника, кузница, швейная мастерская. Когда-то был центр реабилитации участников локальных конфликтов. Сейчас на себя эти функции взяли государственные органы. В Арском большое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения. Дети обучаются в церковно-приходской школе, где проходят занятия по рисованию, рукопашному бою, народным промыслам, танцам и православной культуре. Они участвуют в концертных программах и многочисленных конкурсах. В зимнее время арским приходом на базе Духовно-патриотического центра проводится межрегиональный рождественский фестиваль «Возродим Русь святую». В рамках него проходит конкурс поделок. Их присылают со всего региона столько, что целая комната просто заставлена ими. Также полюбились многими арские чтения. Межрегиональный фестиваль и творческий конкурс «Пасха радость нам несет» и другие конкурсы, организованные сотрудниками арского прихода. Все эти конкурсы, по мнению отца Алексея Кормишина, являются важной составляющей духовно-нравственного воспитания, которая имеет особое значение в общественной жизни страны. И, несомненно, православие должно быть связано с жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова